Анатолий Бугаев, президент Миколаевской федерации легко и атлетики Украины Анатолий Бугаев, президент Миколаевской федерации Анатолий Бугаев, президент Миколаевской федерации У нас на стадионе можно зарегистрироваться в ручном режиме, прийти, мы зарегистрируем в ручном режиме, расскажем все, они там могут уплатить свой стартовый износ, и потом за этот стартовый износ каждый участник получает стартовый пакет, в этом пакете там будет подарок, рекламная атрибутика, нагрудный номер. И потом все участники, которые пробегут, закончат дистанцию, получают памятную медаль финишера и сертификат участника. Мы знаем, что проходят тренировки, мастер-класс, хотелось бы о них узнать подробнее. Да, наши тренеры из нашего организационного комитета решили организовать такую подготовку для желающих заниматься оздоровительным бегом. И такую подготовку мы уже проводим более двух месяцев на центральном городском стадионе, понедельник, среда, пятница в 18.30 в начало занятий и в воскресенье в 16.30. Примечательно то, что приходят люди все новые и новые, и даже если не собираются бежать, участвовать в полумарафоне, но приходят, чтобы проконсультироваться, как заниматься оздоровительным бегом, что дает оздоровительный бег. Мы там проводим вот такие вот мастер-классы, тем более вот, скажем, пришли, проводится специальная разминка, потом проводится специальное занятие. Кто пробежал один круг, кто пробежал три круга, все по самочувствию. Вот тренер наблюдает за этим и подсказывает, какую лучше дистанцию бежать. И в зависимости от состояния здоровья, от функциональной подготовки человека, смотрят его направленность и подсказывают. И вот первые, которые проходили, люди далекие от спорта, ну решили для себя, для здоровья. Кто-то похудеть, кто-то чувствует, что какой-то дискомфорт. Пробегали там один, два круга, а сейчас уже пробегают 10-15 кругов и уже замахиваются. Говорит, мы им рекомендуем, ну вот 5 километров, вы можете участвовать. Приходит женщина, говорит, а я заявилась уже на 10. Так вы же только на 6 километров на тренировке бежите. А я чувствую, что я пробегу. Вот такие уже вот. А вот по поводу медицинского обследования, как люди к вам приходят? Они должны приносить какие-то справки или вы им берите на слово, что они здоровы? Значит, мы смотрим на их самочувствие. Когда они приходят, это люди уверены в своих силах. А что касается уже выступления в полумарафоне, мы им рекомендуем пройти в врачебно-физкультурном диспансере, углубленный медосмотр или по месту жительства. Ну а нам предъявить справку или они потом еще, значит, в карточке каждый пишет, за жизнь и безопасность беру ответственность на себя. И расписывается, потому что они берут ответственность. А кроме такого обязательного условия, как бы, что должно быть обследование, что еще входит в обязательное условие? Ну, обязательное условие – это стартовый взнос для тех… Статьевый размер можно узнать? Да, значит, стартовый взнос 150 гривен. Это деньги идут на изготовление вот этой атрибутики, стартовый пакет и еще идут на благотворительность. Мы проводим еще в этой программе один из забегов – это «Я и мой четырехногий друг», где люди с собачками. Мы пропагандируем вот такое вот мероприятие. Собачкам тоже нужно как-то готовиться? Да, собачки, ну, это уже по линии «Феникса», там идет своя подготовка, вот, в основном, теоретическая. Хотя, вот, многие мои знакомые говорят, я и с собачкой бегаю, но получается так, что собачка меня тащит. Ну, мы всем объясняем, что финиш, если на поводке бегут, значит, засекаем время по хозяину, не по собачке, потому что разные могут быть поводки. Это одна категория, которая разыгрывается, награждение среди этих. И вторая категория – это бежать с маленькой собачкой, или на руках, или в рюкзачке, или под мышкой, или… Главное, не придавитый. Да, да, да. У меня такая варянка. Да, хороший варянт, кстати, вы сказали о этих поводках, потому что можно километровый купить, стоять себе на старте, собачка прибежала. Да, собачка прибежала, я думаю. И все хорошо. А так, действительно, чьи есть, мы сказали, что рамки, по сути, могут быть и тварины, могут быть и люди, будут забегать, а за веком? По вековым категориям, значит, у нас бегут маленькие дети, там, 300 метров, потом бегут школьники, тысячу метров. Все, кто старше 14 лет и по состоянию здоровья может бежать 5, 10 и полумарафон. Потому что вот наши ребята, которые молодые, тренируются у нас на стадионе и не специализируются даже в длинных бегах, но они на тренировке могут спокойно пробежать 10 километров. Многие из них будут бежать и участвовать на 5 километров. Это будет, как пример, достаточно. И ограничений нету. Еще примечательно то, что на 5-10 бегут взрослые, и среди ветеранов мы еще отдельно награждаем каждые 10 лет. 40-50, одна вековая категория, как среди мужчин и женщин, 50-60, 60 и старше. Вот такие три вековые категории. Тем более, извили желание участвовать в нас военнослужащие. Значит, среди них мы проводим свое награждение среди военных. Так что у нас военные будут участвовать. А сколько вообще людей зарегистрировалось уже на марафон? Есть ли какая-то статистика уже предварительная? Да, но у нас более 50 человек зарегистрировалось на полумарафон. Остальные, очень много желающих бежать 5 и 10 километров. Ну, у нас, как всегда, даже вот мои знакомые все говорят, да мы успеем, успеем. Хотя мы специально сделали, что если за 10 дней мы не зарегистрировались, а потом позже, значит, уже цена регистрации возвращает 170 гривен. Потому что мы должны знать, сколько зарегистрировать медалей, сколько подарок, тем дешевле получается. У вас на сайте вообще-то видно, сколько людей регистрируется. И в одной из номинаций был один зарегистрированный участник. Будет ли он один бежать, если никто будет в последний месяц? Да, все бегут. Тем более стартуют 5-10 полумарафонов, они стартуют все вместе. А вот уже по возрастным категориям судейская коллегия выбирает. По возрастам можно, скажем, пробежать 25-м. А возраст будет 60-м и старше. А он будет первый среди этой возрастной категории, 60-м и старше. Мы его, естественно, награждаем как чемпиона в этой возрастной категории. Он, кроме этой памятной медали, получает еще специальный приз. Получает медаль уже железную, как у нас любят шутить. Говорят, научитесь бегать, получите настоящую медаль. А пока вы за то, что пробежали, получаете памятную медаль. Кстати, по поводу этой памятной медали, вы сказали, что те, кто достигнет финиша в определенное время, они получат медаль. А если человек не успеет или достигнет финиша уже потом в самом конце, в котором выйдет время, он не получит памятную медаль? Мы такое сделали лимит времени, что можно пешком пройти и войти в это время для награждения. И награждение будет всех, и этих, которые финишировали отдельный педестал, и тех, которые в церемонии награждения уже призеров-чемпионов. Кстати, за первое место у мужчин и женщин, где еще денежные призы, там 3000, 2000, 1000 гривен можно получить. Ты поняла, да, куда мы идем в 23 часа? Да, мы идем бежать. Я хотел бы сейчас заплатить, вот смотрите, у вас подготовка идет на стадионе, а вот где именно будет бег, где эта дистанция, она будет развиваться? Значит, у нас уже утверждена схема, собираемся возле Дома творчества молодежи в этом районе, старт и финиш. Стартуют в направлении Могилянки, добегают до площади Коммунаров, поворачивают направо, потом огибают Могилянку, выбегают вниз на Адмиральскую и по Адмиральской добегают опять же сюда до Соборной площади. Дальше, горы с полком, огибаем горы с полком, шахматный клуб по Фолеевской, выходим на Адмиральскую и вот такой круг ровно 5 километров. Ого! Один круг пробежать всего. А на этот период будет так и перекрываться дорога или... Да, значит мы с ГАИ этот вопрос решаем, на это время будет перекрыт этот маршрут, будут стоять наши волонтеры, судьи, студенты наших учебных заведений, которые будут нам помогать в этом проведении. Было бы, конечно, классно центральный проспект полностью перекрыть и пробежать по нему. Мы знаем, что вообще девиз полумарафона, мы верим в чудо. Хотелось бы узнать, какого чуда ждете вы? Ну, мы хотим посмотреть, как в нашем городе будет внедряться, потому что многие наши и спортсмены, и любители ездят на всевозможные такие пробеги, марафоны, особенно в Киев, Харьков. И вот наши спортсмены участвуют даже в международных... То есть в городах, где это практикуется активно. Да, да. В тех городах очень практикуется, и нас даже вот Киевская Федерация говорит, что вы такой маленький взнос делаете, потому что очень много тратится денег на организацию и проведение. Да, естественно, мы тоже много потратили, это благодаря нашим партнерам, нашим спортерам, друзьям, на рекламную продукцию, много денег уйдет. Потом, ну, много очень непредвиденных расходов. Тем более мы будем пропагандировать, делать рекламу, это очень здорово. Самое главное, что люди почувствуют вот это вот удовлетворение от того, что они сделали. Вот особенно те, которые вот начали, когда пришли, один круг могли пробежать, а сейчас уже бегут по четыре круга на стадионе, и им это доставляет удовольствие. Кстати, вот заканчивается тренировка на стадионе, никто еще не расходится. Обсуждают, беседуют, общаются между собой. Да, такие тусовки переходят уже даже там вот тепло стало, от дачи говорят, о субботниках. Вот, кстати, 9 числа субботник там на Садовой организовывает, эко-субботник такой. И вот эти участники, эти любители принимают активное участие и в такой благотворительной акции, как субботники. Вы знаете, наша коллега, Аллочка Жигадла, тоже решила попробовать себя в здоровом способе жизни. И посмотрела, чем занимается николаевская молодежь, как спортом она занимается. И мы предлагаем посмотреть этот сюжет. Так, действительно, предлагаем переглянуть этот сюжет, дорогие друзья. Поняття «здоровый способ жизни» появилось не очень давно, но дотриматься его принципов намагались спокон веки. Еще в середньовіччі, а, возможно, и ранее, люди знали основы здорового способа жизни. От тільки мотивація у них была совсем другая, чем теперь у нас. На жаль, сучасные поколения в крайне грамотны в цьому вопросе. Наркомания, палинья, алкоголь – часто саме это вбачается лучшим дозвольным среди части молодых. Но все-таки есть те люди, которые знают ціну своего здоровья и жизни. Я не люблю все контролировать в своем жизни. В каждой ситуации я должен здравомыслить, потому что за каждое слово, за каждый свой чинок я отвечаю себе. Я такая человек, но серьезная, в сути. Может, и смешный, но так-то серьезно. И человек, который под алкоголем, она не осознает того, что она делает, что она может сказать. Мне это не нужно. Я не хочу этого. Я хочу контролировать все и прожить эту жизнь так, как я хочу. И все побачить. И хоть это будет хорошее, хоть это будет погано. Это не важливо. Багато хто розуміє, что под этим поняттям просто отмогу от шкодливых звичек и заняття спортом. Насправді, это особливый стиль жизни и мислення. Для каждого человека это что-то особое. Самые думки человека становятся основой. Это философия, которую поклали еще, можно так сказать, детство. Я не пользуюсь еще по этому же день. А перше, это у нас идет доброта, потому что сильные люди, они добрые, по сути. А кто злый, кто-то чему-то не уверенный, они хотят людям что-то доказать. Вот и они доказывают, только другими методами. Я не хочу ничего доказывать, я знаю, что я сильный, все остальное. Для меня это уже как жизнь. И я понимаю, что если я буду этим заниматься, то я буду получать хорошие деньги и я буду хорошо жить. Это помощь для семьи в будущем. Ну это мне помогает вообще жить. Я не могу просто в школу ходить и ничего не делать. Это не для меня. Чемало молодых людей начали професійно заниматься спортом та досягли успехи. Наш герой – один из них. Боев провел там, ну, может, до сорока, десь, может, боев, я не помню, может, десь тридцать, десь, может, выиграл. Да, десь тридцать, выиграл. А все остальное, ну, ясное дело, были поражения, без них никак, и на них ты учишься, в любом случае. И были, да, соревнования на уровне Украины, на уровне области, брав. Но на Европе, последний раз был, то второе место занял. Ну, это так, знаешь, я не переживаю, мне самое интересное было, допустим, поездить даже в ту самую Польшу, поездить в ту Варшаву и посмотреть, какие там люди, даже для себя, они были интересны. И было весело, да. Что дает поштов в стимул? Не кинуть это все, и не стать такими, как большинство. Я дивлюсь на большинство, и вот, когда я на них дивлюсь, это мой самый главный стимул. Жоден лікар та жодна державна программа не сделает ни молоде, а ни дорослое поколение здоровым, потому что на это здатні лише мы сами. Ну что ж, пока там Алечка мучает турник, мы продолжаем спілкуваться с нашим гостем. Хотелось бы, чтобы вы еще раз проананцировали дату, место проведения, ну и, естественно, еще место и час проведения тренировок для наших телеглядачей. Да, вот же, нагадуемо, что 23 апреля в 12 часов уже старт, значит, нужно раньше прийти и быть участником этого красивого мероприятия. Приглашаем всех желающихся, независимо от возрастной категории, для участия в этом мероприятии. Мы дякуем нашему гостю и нагадуем, что сегодня до нас заветов Анатолий Бугайов, президент Миколаевской федерации легкой атлетики Украины. Дякуем вам, дякуем, что пропагандуете здоровый способ жизни на Миколаевщине. Дякуем вам.